Как турнир EuroCamp Cup снискал славу детского чемпионата мира по хоккею Хоккей-спорт 8.34.1 июня 2019 года юные хоккеисты скрестили клюшки как турнир EuroCamp Cup снискал славу детского чемпионата мира по хоккею Фото Еврахим 29 мая в городе Новомосковской Тульской области завершился 7-й международный детский хоккейный турнир на кубок минерально-химической компании Еврахим Он стартовал 26 мая на ледовой арене построенного компанией Еврахим дворца спорта юбилейной В этом году в соревнованиях приняли участие 14 команд из 10 стран Помимо юных спортсменов из России, Германии, США, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Литвы, Бельгии, к хоккейному братству EuroCamp Cup присоединились дебютанты команды из Италии и Китая Всего за кубок боролись более 230 юных хоккеистов в возрасте 10-12 лет За время состязания EuroCamp Cup 2019 игроки сыграли 51 матч В полуфинале новомосковский НХК выиграл у Череповецкой Северстали 6-1 Север из Ковдора Мурманской области победил финский Со счетом 8 к 5 В финале новомосковцы победили ковдорцев 5 к 2 Бронза досталась финнам, выигравшему Северстали 2 к 1 Таким образом, второй год подряд победу в соревнованиях одержал новомосковский хоккейный клуб Дебютанты турнира команды Из Китая и Из Италии заняли 10-6 места соответственно Фото Еврахим В мероприятии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин Он поприветствовал участников Назвав Кубок Еврахим 2019 настоящим чемпионатом мира Хоть и на детском уровне Друзья, я хочу сказать, что 14 команд из 10 стран это уже не просто Кубок Еврахима Это настоящий чемпионат мира И каждый раз вы доказываете, что спорт вне политики А мы взрослые берем с вас пример Отметил губернатор Присутствовавший на соревнованиях генеральный директор АО МХК Еврахим Игорь Нечаев Особенно отметил участие команд дебютантов 2019 года из Италии и Китая Добро пожаловать в нашу семью, семью чемпионата на Кубок Еврахима Поприветствовал он спортсменов А легендарный советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов поблагодарил всех участников турнира Назвав их послами доброй воли от большого спорта Он также подчеркнул, что будет рад снова увидеть всех участников на турнире в следующем году Фото, Еврахим 1-2 На чемпионате помимо Вячеслава Фетисова присутствовали другие именитые спортсмены Александр Якушев, Борис Михайлов и Игорь Ларионов Вместе с главой региона они поздравили юных спортсменов и вручили им медали и кубки Заключительной игрой турнира стал уже традиционный матч звезд советского и российского хоккея против игроков детской сборной мира Ворота звездной сборной защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмян Матч завершился со счетом 8 к 7 в пользу юных хоккеистов Каждый год турнир Кубок Еврахим расширяет свои границы, став для участников соревнований и жителей Новомосковска незабываемым ярким событием В 2018 году в нем приняли участие 12 команд из 8 стран За время существования турнира число его участников выросло в несколько раз На закрытии нынешнего турнира Алексей Дюмин поблагодарил организаторов турнира и прославленных хоккеистов за поддержку детского спорта В нашем регионе многое делается для развития хоккея Новые спортивные объекты и международные соревнования лучше всего способствуют популяризации хоккея Уверен, что, глядя на матчи Кубка Еврахим, на легенд российской хоккея Многие юные зрители сами захотят встать на коньки и взять в руки клюшку Добавил Алексей Дюмян Фото Еврахим 1-2 международный детский турнир по хоккею Одно из крупнейших детских соревнований, которые проходят на территории России И важная составляющая социальной политики устойчивого развития компании Еврахим Ее владелец Андрей Мельниченко широко известен своим активным личным участием в благотворительной деятельности И инвестициями в создание сети детских учебных и спортивных центров в регионах Турнир был создан в 2013 году, и сначала в нем участвовали команды из региона в присутствии компании Еврахим Теперь же в этих соревнованиях принимают участие все желающие детские команды из разных стран Продолжение следует...